Здесь мы будем доделывать, а точнее переделывать работы за предыдущим подрядчиком. Вот посмотрите, как вывели провода. Демонтировали вот эту стену, она была сделана из двух слоев ПГП. Приедем на эту квартиру, когда потолок будет готов. Закончили монтаж потолка из гипсокартона. Как определить специалистов по гипсу от любителей? Мы еще приедем на объект, где будет монтироваться каркас. Я вам расскажу все секреты по потолку. Закончили ремонт и сейчас в финальном видео расскажу про чистовые материалы, которые мы использовали на данном объекте. Всем привет! Сегодня у нас квартира одного из наших подписчиков. Это студия площадью 31 квадратный метр. Здесь мы будем доделывать, а точнее переделывать работы за предыдущим подрядчиком. Сейчас квартира вот в таком состоянии. Сделаны штукатурные работы, а также проведена электрика. Она вот сделана в таком виде, соответственно, все это будем полностью демонтировать. Вот посмотрите, как вывели провода под щиток. Щиток будем поднимать вот сюда вот наверх. Также вот здесь вот пройдут у нас трубы водоснабжения. Приедем на эту квартиру, когда инженерные работы будут готовы, посмотрим, как будет выглядеть электрика у нас на квартире. Заканчиваем демонтажные работы. Осталось снять штукатурку от предыдущего подрядчика. Демонтировали всю электрику, которая шла здесь по полу. Демонтировали вот эту стену. Она была сделана из двух слоев ПГП. Сейчас сделали из газобетонного блока. Сняли всю штукатурку, а также возвели заново вот эту стену. Сейчас будем делать организацию вентиляции и потом уже накладывать стену до конца. Посмотрели, некоторые углы здесь не 90 градусов, поэтому будем частично перештукатуривать. Прошло две недели. Давайте посмотрим, что мы успели сделать за это время. Перештукатурили все стены, кроме этой. То есть вот эта была отштукатурена заново. Вот этот откос, вот эта вся стена, вот эта стена и вот эта тоже стена была перештукатурена. Углы 90 градусов, 90, 90, 90. Кухня у нас будет вот здесь вот. Помните электрика, какая у нас была? Мы ее полностью всю срезали и сделали по потолку в нашем стиле. В ПУХ-гофре, кабель ВВГ, НГ, ЛС, ГОСТовский обязательно. И сделали стяжку. Стяжку сделали с перепадом. Вот, пожалуйста, посмотрите, здесь у нас будет плитка, а здесь у нас будет лежать паркетная доска. Сейчас готовимся к монтажу потолка из гипсокартона. Уже профиль нарезан. Сделали отбивку профилем направляющим. Его размер 27 на 28. И сейчас будут монтировать ребята каркас. Приедем на эту квартиру, когда уже будет потолок зашит. Зашивать будем здесь в два слоя, чтобы было максимально надежно. Поэтому приедем и посмотрим уже по факту, как это будет выглядеть. Пару слов про канализацию. Вот здесь вот у нас будет стоять кухня. Здесь сделано вывод под канализацию. Стояк канализации расположен вот здесь вот. Труба канализационная лежит по полу. Это стало возможно, потому что центральную крестовину мы опустили максимально вниз. Для этого даже заходили к соседу и уже через него опускали максимально, насколько это возможно. Поэтому труба канализации у нас проходит здесь под уклоном, соблюдая все нормативы. Но дополнительно в качестве запасной трубы мы проложили трубу ПНД. Скажем, через 2-3 года у вас труба засорилась. Вы не знаете, что делать. И ставите салолифт, который будет качать канализационные стоки через вот эту трубу ПНД. Поэтому на всякий случай прокладывайте трубу ПНД, если у вас вот такой вариант развития событий и канализация находится на противоположной стороне от стояка и сама труба проходит по полу. То есть после того, как будет сделан ремонт, уже не будет возможности иметь доступ к этой трубе. По воде заказчик захотел самый простой водомерный узел, поэтому здесь у нас только водные экраны, редуктора давления, счетчики, это фильтр-грязевик, коллектор на холодную и горячую воду. Это компенсатор гидроудара. Чуть позже подпишем все выводы. Приедем на эту квартиру, когда потолок будет готов. Закончили монтаж потолка из гипсокартона. На всех наших объектах мы используем только влагостойкий гипсокартон. Потому что 4 слоя шпаклевки, паутинка, гипсокартон набирает влагу, потом отдает и получаются неровности. Чтобы минимизировать искривление поверхности, мы используем ГКЛВ от производителя КНАУФ. Сейчас вам расскажу лайфхак, как определить специалистов по гипсу от любителей. Вот эти саморезы отступают от угла на 10 см. В 90% случаев гипсокартон прикручивают к направляющему профилю, который набит по периметру. Что получается? Вы тогда делаете не плавающий потолок, а жестко закрепленный. То есть, если грубо сказать, то у него есть свободный ход на 2-3 мм. И когда у вас плита играет, дом играет, перепад температур, зима, лето, у вас получается, что потолок этот условно качается влево-вправо на 1,5-2 мм. И этого достаточно, чтобы он нигде не трещал, и у вас на потолке никогда не будет трещин. Мы еще приедем на объект, где будет монтироваться каркас. Сейчас я вам расскажу все секреты по потолку. Но первично, что вам нужно понять? Посмотреть на угол, и если у вас саморезы прикручены к направляющему профилю, то все надо просто брать и бежать. Приедем на этот объект, когда будут сделаны малярные работы и уложена плитка. Закончили малярные работы, и сейчас уже приступили к укладке фанеры, для того, чтобы потом уже сверху положить паркетную доску. Посмотрите, потолок отшпаклеван, стены отшпаклеваны, здесь у нас будут обои, потолок у нас это гипсокартон под покраску. И уже уложили плитку. Вот здесь мы накрыли пленкой, чтобы не пачкать плитку. Вот здесь вот единым ковром сделан коридор и кухня. Смонтировали ванну, короб сделали, обложили его плиткой. И плиточные работы сейчас закончены. Здесь небольшой узор над ванной, цветочки, камыши, лютики и тюльпаны. Все, сейчас укладываем фанеру, она у нас сохнет, шлифуем. И потом уже будем укладывать паркетную доску и приедем на эту квартиру, когда все работы уже будут готовы. Закончили ремонт, и сейчас в финальном видео расскажу про чистовые материалы, которые мы использовали на данном объекте. На полу у нас уложена паркетная доска, которая стыкуется с керамогранитом размером 40 на 40. Этот стык у нас сделан при помощи специального герметика. Керамогранит сделан единым контуром с ванной. Посмотрите, если открыть дверь, то никакого перехода здесь нету. Керамогранит плавно заходит в ванну. По периметру сделан небольшой плинтус. Если был бы более высокий, то не так бы смотрелось, потому что комната небольших размеров. На стенах у нас лазериновые обои, и может показаться, что это просто белая стена. Если подойти поближе, то уже видно рисунок. Обратимся на другую сторону. Здесь уже дневное освещение падает на эту стену, и рисунок уже явно виден. Здесь у нас одни обои, а в зоне коридора, в зоне кухни, у нас уже рисунок более явный, обои более яркие, чтобы как раз визуально разделить эти зоны. То есть это комната, здесь у нас кухня-коридор. Вся чистовая электрика у нас Шнайдер Электрик. Здесь установлены такие специальные штучки, которые позволяют вытащить вилку без труда. Поворачиваем, и вилка выходит из гнезда. Отдельного внимания заслуживает люстра, она сделана в виде трех плавающих рыбок. Это карасик, либо карп, пока еще не понял, но буду разбираться. Здесь у нас есть светильник, глаз, плавник, ну и соответственно цвет, цвет пушка. Теперь перейдем к ванне. Посмотрите, сколько всего здесь поместилось. Ванна с гидромассажем, майдадыр, система инсталляции, доступ к коммуникациям, полотенцесушитель, шкаф и стиралка. Давно мы не ставили смесители латунного цвета, но заказчица пожелала именно такие и не прогадала. Получилась просто пушка. Вот посмотрите, смеситель на раковину, смеситель на ванну и поручень для того, чтобы легче было выбираться из ванны. Так как ванна с гидромассажем, здесь сделаны дополнительные люки для того, чтобы можно было подобраться к системе гидромассажа и вовремя ее обслужить. Майдадыр у нас подвесной, здесь у вас есть небольшая ниша, здесь можно что-то спрятать, а также это все легко мыть. То есть вот сюда можно спокойно подобраться, так же как и инсталляция выигрывает перед классическим унитазом, то что вот это все место можно спокойно помыть и здесь не будет скапливаться никакая грязь. Открыл люк с коммуникациями, здесь у нас проточный водонагреватель, водные экраны, счетчики, гребенка на холодную и горячую воду. Обязательно компенсатор гидроудара. Входная дверь с зеркалом это всегда отличное решение, потому что можно перед выходом посмотреть на себя и увидеть, как вы выглядите перед началом рабочего дня. Вот такой у нас ремонт получился. Все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok